Пак-пак-пак-пак-пак-пак! И снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест! И сегодня мы продолжим лимо... Ремонт! Лемонт! Легендарного! Автомамилия советского! Автопрома ВАЗ-2105 84-го года выпуск. Для 84-го года автомобиль сохранился хорошо, я так скажу. 15 лет он простоял в гараже как бедная сиротинушка. Наверное, поэтому как бы и сохранил свой первозданный вид, да, я бы сказал. Ну, сегодня я покажу, как здесь немножко по работе сваркой, немножко как можно что подтянуть, натянуть. Там всякие такие дела. Ха-ха! Анекдот забыл рассказать! Сейчас расскажу! Ну, немного анекдот. Такой не для деток, конечно. Если детки выкрамывали, что брать. летит самолет, короче, Боинг 747, да. Ну и перелет. Москва-Америка, долгий перелет. Новый русский сидит в первом классе. и, ну, скучно ему стало вообще, тоскат, думает, что же делать. Пошел к пилотам. Говорит, слышь, браток, ты бы мог мертвую петлю сделать. Тот, да ты что? Это ж тебе не кукурузник, это Боинг 747, большая машина, 450 пассажиров. Ну, говорит, я тебе 100 тысяч долларов даю, сделаешь мертвую петлю? Тот, подумал, подумал, ну что, деньги-то неплохие. Ладно, объявляет, короче, пристегните все свои ремни, мы попадаем в зону турбулентности. Ну, все пристегнули. Вот разгоняет херак, сделал, короче, мертвую петлю. Но у русских сидит, блядь, вот это капец, как классно, блин. Еще хочу, блин. Ломится опять к ним. Говорит, слышь, братан, так понравилось вообще. Давай еще одну петлю сделать. Тот, да ты что? Мне уже снизу, там, с земли, говорят, ты дебил, или что, меня с работы увольняют. Все. Тот говорит, ладно, братан, не сжи, я тебе миллион баксов даю, нафиг тебе эта работа, давай, сделай мертвую петлю мне. Тот, ладно, садись, че будем делать. Звонит, говорит, так, ребята, пристегните ремни, мы снова попадаем в зону турбулентности. Все пристегнулись, разгон, херак опять мертвую петлю. Все здорово, новый русский танк кипятком пизит, все ему понравилось. О, говорит, вообще пипец, как здорово. Из туалета наркоман выходит, и хера себе, план хреновый, два раза за шеворот насрал. Твой анекдот. Нам и приступим дальше к работе. С авиалинией Кавказа мы прощаемся, а мы начнем делать наш советский автомобиль, я уже говорил, у меня уже просто не знаю, с чего начать. как мы видим, вот эту рамочку, она у нас вот в этих местах немножко загнулась туда. Чтобы ее сюда выдавить, как бы мы ее не смогли выстучить, ее надо подтянуть. Будем подтягивать ее толкателем. Отсюда, это я чуть попозже покажу, когда мы ее выгоним на улице, и освещение будет более доступное, чем сейчас. Но не в то вопрос. Сейчас у нас такая дилемма встала. У нас при ударе, как вы видите, тут пипец, при ударе крепления ушли. И по одному креплению нам вытягивать будет осенним, а неудобным. А почему осенним, а неудобным? Потому что мы не угадаем, как их нужно точно вытягивать. Для этого у нас уже, как вы знаете, есть крышечка новая. Игорек сгонял. Крышечка-то у нас есть, но крышечка более-менее ровная, хотя тоже калечная и подбитая. Но у нее хотя бы границы есть. По ней мы можем уже более точным примерить. Для этого мы надели старую крышечку. То есть закрепили ее, как она должна стоять. И за эту крышечку будем делать тянем-потянем. Вытянем, чтобы крепежи завесы у нас стали примерно в наше положение. Желательно. Не примерно, желательно. Точно. Ну, будем стараться покровить. Для этого что мы делаем? Основная наша задача сейчас закрепить автомобиль, чтобы когда мы будем его тянуть, чтобы он не поехал. Для этого, как вы там видели в предыдущем уроке недалеко мы эту машину делали. Мы завязываем перец, чтобы у нас машина не ездила. И крышку мы плотно прикрутили. И сейчас ее будем вытягивать сюда. Это я потом сделала. Вытягиваем ее вот так. Крепим без разницы как. Можете привариться, можете крюком каким-нибудь зацепить. И крышка нам эта не нужна. Основная наша задача вытянуть крепление. Ну, как можно увидеть, мы тупо зацепились за проушину. Цепочка. Также к низу вытяжку. И здесь вровень выставили, ну, куда нам надо тянуть, да, по горизонтали. Ну, вот простую штакетину. Думаю, тут большой нагрузки не будет. Ну, сломается, сломается. Другой один. Вообще металлический нужен. Но металла столько не наберешь. Ну, и начинаем тянуть. Смотрим за щелкой. Как видите, у нас напряжение идет на нем. Ну, пока не отходят, как бы. Сам капот. Вот. Так, это встало. И тут что-то. Так, и там надо просто чуть-чуть. И тот конечик нам желательно, чтобы у нас вышел чуть-чуть. Как бы конечик выходит. Это хорошо. Ну, пока хватит. Капота нам не жалко, еще раз повторяю. Поэтому просаживаем эти места. Вот оно чуть-чуть выше тут. Как они должны стоять? Ослабляем. Ну, и сейчас, ребята, одеваю другую крышечку. Как вы видите, она тоже немножко подушатанная. Сейчас померяем. пчу-пчу-пчу. Мы стягивали, да? Покажу сейчас, как выглядят толкатели. Толкатели эти продаются. Вообще, весь набор эти гидравники продается. Стоит около 300 долларов. Ну, это как бы минские расценки. Не знаю, может, где есть подешевле, может, где подороже. Вчера видео вышло, не знаю, про... Ну, я рассказывал в последний журнал, кому интересно, посмотрите. Пытался его закрыть, но закрытое видео, то есть, скажем, ему надо ссылку давать, а то устанешь. Просто не хотелось, чтобы со стороны не посмотрели. Как они смотрят. Без лайков там понаставят, да нам пофигу. Пусть ставят. Ну, там как бы я рассказал, как она начинала. У меня, конечно, с неудачного все опыта началось, но... То есть, сама идея как начать свой бизнес в Академии там разъяснена. То есть, чем она хорошо. Если без лишних косяков вы можете спокойно натренировать, то есть, что вы встанете. Ну, а теперь я вас познакомлю со своей... Гидроликой! Ну, так вот сам насос выглядит. Он подает давление, да, через шланг. Вот это у нас как бы стяжка, которую мы сейчас тянули на себя. Ну, а вот это вот сам поршень, который толкает, расталкивает. То есть, он работает в другую сторону. Как видите, быстрый разъем. Руками он прикручивается без всяких гаек. и насадки всякие разные. Как видите, они присоединяются, присоединяются. Ну, это можно и самому добавить, и только попросить. Но длины хватает. То есть, это не все. Их много. Всякие пяточки, и всякие там разъемчики, все это имеется. То есть, ну, чтобы нам вот эту штуку толкнуть, надо, чтобы она жестко стояла, чтобы жестко была закреплена. То есть, на крыльях и везде. Сейчас, если мы ее будем толкать, это все бесполезно. Значит, что мы? Зазоры мы сейчас выстреляем, чтобы мы их выставили. Запот немного кривой, но маркеры на нем есть. Маркеры, я называю, точки, от которых нужно отталкиваться. Основные точки. То есть, зазоры мы выставили. Чуть-чуть сюда нам надо будет кроткинуть, это мы сейчас сделаем. И обваиваем рамку. Потом я покажу, как мы устанавливаем толкатель. И подтолкнем чуть-чуть рамочку назад. Ну, тут немножко обломательного у вас получилось. Как бы крышка у нас все стала на место. Ну, как бы крышка-метон. Крышку мы эту будем выкидывать. Как видите, все открывается. Не закрывается. Легким, движение. А крышка эта нам уже не пригодится. То бишь, такой футбол нам не нужен. Конечно, если у вас есть лишнее время, можно и поковыряться, с крышкой ее сделать. Но, крышку мы купили за ней большие, совсем деньги. Специально для того, чтобы померить. Она внутри гнилая, рамка у нее поведенная. То есть, ну, маркеры у ней были. Основные точки. То бишь, по ней мы все померили. Все у нас закрывается. Значит, что? Значит, все можно обваривать дальше. Ну, и сейчас, Игорек, насверлили тот верстик, в крыльях для сварки, чтобы мы могли через дырочки прихватиться, да? Ну, а я вам покажу на более открытом каком месте, не знаю, багажнике или где, как поставить латочку на сварочном аппарате. Как регулируется сварочный аппарат, там где-то есть у меня в видео, там и показано, как варить, и скорость подачи проволоки. То есть, посмотрите, найдете. Зайдите в папочку, я сейчас как бы видео разделил, у меня идут полностью все видео уроки, и отдельные папочки, кто умеет пользоваться, найдите, как открыть, чтобы папки у вас открылись. И в папке, по-моему, материалы и оборудование, там есть это видео. Ну, или так, проходите, смотрите, по названию найдете. Просвырлил? Ой, Телик, что-нибудь. Спасибо. Гимн. 100 грамм. 100 грамм. Сейчас я тебе дал 100 грамм. Как бы вот такие дырочки насверлим. Сейчас мы более тупым сверлом пройдем, чтобы освободить от металла дырочку. И через эти дырочки будем привариваться к тому металлу, который внутри. Там заранее все почистили. Погодочка у нас разыгралась, солнышко. Сейчас мы провариваем арочку. Сейчас мы провариваем арочку. Так, давай. И как бы конкурс продолжается. Конкурс продолжается. И, наверное, мы 1 декабря откроем голосование в конкурсе. То есть, видео собирается. Так что присылайте свое видео. Могут они на любую тематику, лишь бы связаны были с автомобилем как-то или гаражом. Еще просьба. В видео не ставьте свою музыку, потому что как бы YouTube на моем канале может не пропустить музыку. Я поставлю какую-нибудь авторскую. Так что можете говорить, можете объяснять что-то, но музыкальное сопровождение ставить не надо. Любого качества может быть видео, так чтобы проглядывалось более-менее информативно для участия. И первое, я их все загружаю на свой канал. Они пока закрыты, как бы для личного пользования. И когда у нас будет голосование, я открою их все и будем голосовать. То есть, победитель получит покрасочный пистолет легендального Валеру. Лично я перешлю вот этот пистолет, которым крашу. Как вы можете посмотреть, как мы красим эксантюем, то есть, красим мы хорошо, на первое время вам хватит. Так что записывайте свое видео, присылайте, мы его выложим, поставим на голосование, и победитель получит приз. Покажу, как латочку делать, да? Вот мы как бы зачистили все вокруг предварительно, перед тем, как латочку сделать. Из другого металла вырезали латочку. Ну, тут я уже прихватил. Тоже, как видите, красного цвета, ну, чтобы потом не красить. Шучу, конечно. Красить придется по любасу. Вот так вот прикладываем. Тут чуть-чуть мы ее неправильно прихватили. И прикладываем латочку. Так, где у нас сварочник? Сейчас я вам поближе покажу. Вот, как бы прикладываем. Тут немножко не так они вырезали. И прихватываем точечно. Что-то аппарат у нас сегодня отказывается работать. Ну, примерно вот так вот это будет выглядеть. Как бы еще чуть почистится. Как видите, сплошной шов тут не надо. Это у вас все-таки не несущая никакая часть. И немножко обаккуратить как бы швы. Все зачищаем и готовим под шпаклевочку. Ну, и на сегодня как бы все мы наработались. Дядя Олежа устал. В принципе, все, что мы хотели, мы сделали. Не знаю, насколько информации много. Но в общих чертах что-то, да, понятно. Как, чего там. То есть ничего сложного нет вообще. Даже вот взять с теми же крепежами. Подтянул ту покрышечку. И все. Ну, и как бы на посошел к анекдоте, как всегда. Два часа ночи. Ночная аптека. Заходит мужичок. Сбитый бейсбольник. Он говорит. Продайте мне, пожалуйста, хлебушка, буханочку. Ну, ему говорят. Вы что, ненормальный? Какой тут хлеб? Это же аптека. Лекарство здесь вот, пожалуйста. Анальгин, пенталгин. Что хочешь? Бери. Нет? Мне нужна хлебушка, буханочка. Те, ну нету. Что мы сделаем? Так, да? Достает биту. Херак, херак. Короче, расхерачил все, что там было. Короче, все с полок. Посыпалось. Все витрины. Побил. Все. Ну, короче, они все в шоке. Что такое? А то собрался и ушел нафиг. Думают, ладно, на следующий день всю ночь просидели. Все это убрали с полочки. Поменяли витрины. Все разложили на место. Все, успокоились. На следующий день. Два часа ночи. Тут опять как по часам приходит. Мне бы хлебушка, буханочку. Те, да елки-палки. Ты вчера у нас был. Все тут разбил. Ну, как же, ну, так можно. Нет у нас хлебушка. Вот вам, пожалуйста, таблетки от головы. Там чего хочешь, бин. От головы вам тем более понадобятся таблетки. Он, нет, я хочу хлебушка. Короче, ну, нет у нас хлебушка, мужик. Короче, расхерачил опять все. Вдребезги. Накладно же, да. Ну, ночь поковырялись, да. Опять все сделали. Бабок немерено потратили. Ну, что же делать. Думают, нет, следующую ночь мы уже не потянем. Надо купить хлебушка. Закупили хлебушка. Батоны, крендельки, там пряники. Все, все, все мучное. Короче, взяли, полный отдел забили. Два часа ночи. Приходит мужичок. А мне бы горчицы бы. Говорит, ты, елки-палки, ты же хлеб все время просил. Вот тебе, пожалуйста, батон. Вот крендельки, вот бараночки, вот прянички тульские такие. Печенье, все. Все, что хочешь, бери. Вот булочки с маком. Нет, спасибо. Хлебушек я уже в часовой мастерской купил. Вот такой анекдотик. Ну, а я на сегодня с вами прощаюсь. Участвуйте в конкурсах, в комментариях, задавайте вопросы. Выходите на мой канал в Зелорации. Там мы можем с вами пообщаться. Ссылочку я вот тут вот вам дам на Зелорацию. Можете посмотреть видео. Там все рассказано о Зелорации, как на нее подписаться. Ну, я на сегодня прощаюсь. До новых встреч. Ждите следующего видео. Дальше будет еще интереснее. Всем добра и бабла. Вагон и маленькую тележку. Всем здоровья.